В Махачкале 9.45 в студии Светлана Светгусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте! Новости! Сегодня день учителя. Желаю, чтобы понимание руководства, уважение коллег и поддержка родителей учащихся сопровождали ваш нелегкий, благородный и в высшей степени востребованный труд на благо Дагестана и всей России. Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и тем, кто любим и дорог, говорится в поздравлении временно исполняющего обязанности главы республики. Меры повышения качества образования обсудили на заседании Ассоциации педагогов Дагестана. Педагоги обсудили план работы и траекторию развития Ассоциации на 2017-2018 годы. Кроме того, учителя подвели итоги деятельности организации с момента возникновения. Под руководством первого вице-премьера Анатолия Карибова состоялось совещание по вопросам подготовки к 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Олимпийском Сочи. Было отмечено, что мероприятие, начавшись с торжественного парада делегаций в Москве, продолжится в Сочи с 14 по 21 октября. Его участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Ведущие сельхозпредприятия Дагестана представили свою продукцию на выставке «Золотая осень-2017» в Москве. Отметим, что ежегодно наша республика принимает самое активное участие в этом мероприятии. Так, в минувшем году предприятия региона были удостоены 20 медалей, из которых 19 золотых. В Дагестане дорожными службами ведется строительство дороги к всесезонному туристическому комплексу «Матлас». Эта трасса в Высокогорье обеспечивает транспортные связи Дагестана с Чеченской республикой. Сегодня Корпорация развития Дагестана начинает прием заявок для участия в конкурсе на получение гранта от участников Северокавказского молодежного форума «Машук-2017», чьи проекты не прошли отбор. Новости культуры 6 октября в зале Кумыкского театра с программой «Вечно петь и плакать струном» в рамках 10-го международного фестиваля Портпетровской ассамблей выступит скрипач из Нидерландов Максим Гуликерс. Вести спорт Семеро уроженцев Дагестана в составе сборной России выступят на чемпионате мира по ММА, который стартует сегодня в Казахстане. В состав национальной команды попали все победители чемпионата России в Ростове-на-Дону. Чествование призеров чемпионата Европы под дзюдо среди слабовидящих Малика Курбанова и Абдуллы Курамагомедова прошло в Махачкале. На проходившем в английском Бирмингеме континентальном первенстве Курбанов завоевал серебряную медаль, а Курамагомедов – бронзовую. Погода В Махачкале без осадков ветер юго-восточный до 15 метров в секунду. Температура 15-17 тепла, вода в море 17 градусов.